Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем об истории российского государства. Меня зовут Юрий Эскин. Наша сегодняшняя тема «Варфоломей Варфоломевич Расстрелли». «Варфоломей Расстрелли» – имя это навечно связано с русским 18 веком, а если точнее, с Елизаветинской эпохой. Каждый, кто вспоминает сейчас 18 век Ломоносова, эпоху елизаветинских войн и елизаветинского мира, сразу же перед глазами видит розовые, голубые, бирюзовые стены с белыми и золотыми украшениями, с белыми статуями дворцы, голубые и зеленые, с белыми арабесками, с ракальными украшениями, пышные, как цветы, церкви. И все это связано со стилем барокко, или елизаветинским барокко, как его называют, и с главным его творцом – Расстрелли. Это пышная и широкая мебель на ножках, похожих на грифы музыкальных инструментов, на которых с трудом могли усесться в огромных пышных фижмах дамы того времени, чьи одежды сами были как бы частью этих огромных и чрезвычайно затейливых интерьеров, тоже связаны с эпохой барокко. Кто же такой был Варфоломей Варфоломевич Расстрелли? Его отец прибыл при Петре Великом. Он был нанят в Париже. Это был Карл Бартоломео Расстрелли, знаменитый скульптор, который приехал в Россию и сразу, можно сказать, поднял искусство скульптуры в российно-европейский высший уровень. До этого, конечно, в Россию приезжали многие иностранные художники, но это был, что называется, второй эшелон. Расстрелли же был художник первого ряда. Недаром в Ватикане он получил графский титул, поскольку в Италии занятие искусством не считалось ремеслом и подлым занятием. А дворянство, надо сказать, весьма помогало художнику того времени, допустим, даже в разговорах и в контрактах с вельможами. С ним уже обращались не так, как обращались с обыкновенным ремесленником, которому могли и побить, и дать палок. Дворянину это было уже затруднительно. Варфоломей Расстрелли работал сначала с отцом, потом был отправлен на дополнительные учения за границу, в 30-е годы вернулся в Россию и сразу занял замечательно высокое место, как придворный архитектор. Он строил дворцы для Анны Иоанновны, строил дворцы для вельмож, построил так называемый Пятый Зимний дворец, о котором в восторге отзывались и Феофан Прокопович, и Антиох Кантемир, построил много других сооружений. В Аннинской эпоху он вообще был очень популярен. К нему хорошо относился Берон и заказал ему два дворца в Курляндии, в Елгове и Рундове. Елгова это называлось тогда металло. Надо сказать, что строил он дворцы и для Строгановых, и для Воронцовых, и для многих-многих других. Графа Растрелия часто призывали и советовались с ним о интерьерах, и о фасадах, и о садах вельможи, которые на завтра уезжали в Апале куда-нибудь в Сибирь или, по крайней мере, в Вологду. И графа Растрелия призывали уже новые хозяева тех же самых дворцов, приказывали ему по-другому оформить те же помещения, которые он оформлял только вчера. Но звездным часом Растрелии, конечно, была эпоха Елизаветы Петровны. Тогда он построил то, что стало его величайшими шедеврами. Это, конечно же, Смольный собор и Смольный монастырь. Замечательной красоты цветок на Андреевском спуске Киева, Андреевский собор. И знаменитый Зимний дворец, который, как он сам говорил, строил для единой славы Всероссии. Дворец-то пережил много эпох. И, надо сказать, стал и закатом творчества великого архитектора. Дело в том, что достраивался он уже в 60-е годы, когда барокко, этот роскошный, пышный и необыкновенно причудливый стиль, выходил из моды. И новые власти. Екатерина II, пришедшая на смену Петру III, которому нравился расстрелий, но который за постройку Зимнего дворца дал ему только орден Святой Анны. «Дам ему свой галштинский орден», – говорил он. Старик не обидится. Уже нравилось другое. Екатерине нравилось все античное. В моду входил ранний классицизм. И знаменитые дворцы, которые построил расстрелий под Петербургом, Петербург и Царское село, начали засаживать деревьями, которые оформляли в английском стиле. Они разрастались, чтобы это уже немножечко, по мнению тогдашних эстетов, слишком мощное, пышное искусство как-то скрывалось. Он обиделся, уехал за границу, некоторое время жил там, лечился. Потом уцелевший и вернувшийся в свою Курляндию Берон пригласил его достраивать дворцы. И до сих пор рундельские и елговские дворцы – это лучшие дворцово-парковые комплексы Латвии. И умер, в общем-то, всеми забытый. В 1771 году, так же, как другой наш герой, Разумовский, тоже символ эпохи, в Петербурге, на казенной квартире, не скопив больших средств. Но до сих пор расстрелили – это символ барокко, символ 18 века. И не в том дело, что при нем зимний дворец был не такой, как теперь, зеленый с белым, а розово-желтый. А при Достоевском, допустим, он был темно-коричневый под гранит. Дело не в этом. А дело в том, что один из антиподов расстрелей, великий классицист Джаком Акваренди, каждый раз, проходя мину, Смольного собора говорил, «Вот это храм!» и снимал шляпу. Смольного собора